эдгард я до сих пор учусь жить свою жизнь сложно дается после многих лет опеки родных они меня уже отпустили а я еще не до конца до какого конца это раз второй момент очень интересная почему сложно то где такого обманываешь сложно с ложью с обманом перестань себя обманывать осознай это за тоже очень интересными когда ты поймешь что нет смысла обманывать самого себя ты всего лишь ощущения и чувства ты просто живешь и чувствуешь почувствовать скажи людям ты мне делаешь больно остановись тем более когда близкий человек родные да это как раз вот эта синхронизация успешности мы там как раз когда в семью заходим там вот создаем приоритеты семьи да не просто создаем приоритеты семьи создаем осознавание как это вообще выстроено и причем как это выстроено для тебя и самый главный момент что когда все это очень часто происходит когда все это выстраивается тебя самой там нет а семья это семья там нет семьи там есть свод морали нравственности совести и ценности опять же повторюсь этот свод придуман не тобой и ты в этом проживании не придуманным не тобой проживая свою жизнь да потому что главная задача делать так как ты хотела чтобы сделали тебе это очень сильно обижаешься почему они так не делают они просто живут свою жизнь и и если ты не можешь отпустить их до конца то ты привязана к ним какими-то добрыми эмоциями какими-то эмоциями добрыми злыми обидами неважно чем и в этой привязке надо просто смотреть а кто это при кто привязан почему мы обижаемся там что человек уходит допустим ну умирает еще говорят да почему мы обижаемся да что вот он сделал я ему делаю вот так хорошо так плохо то есть мы как раз идем именно в эту глубину идем глубину и смотрим а что происходит что происходит самим собой когда ты просто понимаешь что некому скучать его просто нет что это я что твоя задача проживать в радости радость дарить свет как молитвы да как на небе так и на земле а за это хлеб наш насущный дашь нам вниз а за это и желание я чувствую желание чувствовать себя вот так того так то или вот так то я есть такой то такой то такой то я есть но это вот есть это значит ты есть и как тебя к этой естности привести как раз вот но ты тренинг синхронизации успешности мы частично проходим это на вот одну на этой великой четверки до этих тренингов где деньги перезагрузка боль необразданных ожиданий агрессор так называемый четыре таких основных аспекта а вот синхронизация успешности так как бы уже под линейкой да то есть мы много говорим про приоритеты мы их касаемся потихонечку помаленечку там вот в каждом тренинге но глубоко ним не прорабатываем потому что там всего лишь два дня а информации очень много которые нужно вмести плюс еще и потренироваться научиться и еще и плюс проработать процессы именно процессы психотерапии да то есть именно не просто увидеть не просто узнать об этом но и прожить это то есть научиться проживать это самому потому что главная задача это стать психологом для самого себя разрешить себе быть психологом самому себе потому что когда больно когда депрессия не всегда ты готов идти к психологу не всегда есть желание идти к психологу не Есть желание делиться чем-то таким сокровенным Но это нежелание Может Это умение Осознавать, что с тобой происходит Даст тебе возможность Прорабатывать это самому Это же здорово Как говорит Вера Леотина-Савельевича Мой учитель, я ее очень люблю Самая великая награда Психотерапевта, когда человек тебя видит И переходит на другую сторону Ты ему больше не нужен Удивительно Я поначалу не понимал, как так Ты же ему помогал Когда я только пришел в психологию Надо было помочь людям Спасти их А когда ты осознаешь, что спасать-то некого Что все, что ты видишь в человеке Это ты сам Ну и спаси себя Как говорил Иисус, спаси себя, спасутся тысячи Так оно и есть Что некого спасать Каждый человек в полном порядке Он живет свою жизнь Он создал себе ее И он кайфует И во много раз я своим клиентам Показал, как он кайфует От того, что он себе делает То есть Я там не могу У меня вот там вот это Я говорю, ну тебе же это нравится Если бы тебе это не нравилось Ты бы не делал этого Ты же это делаешь постоянно И за дня в день На протяжении нескольких лет Ты просто от этого кайфуешь Осознайся, что да Ну вот Ты вот такой кайф А можно выбрать по-другому Я всегда рассказываю этот анекдот Когда девушка Девочка там Умственно отсталая Да То есть Рыбку золотую поймала И говорит там Она Ну Три желания Она говорит Сделай, чтобы у меня волосики Вот так из носа были Да А что сделать, чтобы у меня из ушей Вот так волосики А сделай, чтобы у меня вот так вот там Гей гула ла ле Трясло постоянно Ну вот ее трясет Она говорит А что ты там здоровья Денег не попросила А что можно было Да И так же и здесь То есть О чем можно было Да, можно То есть Ты выбираешь свои желания Но те Те ценности Ту мораль Те аспекты бытия Которые тебе вложили в голову И ты взял их как договор Как фундамент для своей жизни Причем Обрати внимание Не самое лучшее Это тебе не дает возможности Можно, конечно, там Выходить Из зоны комфорта Ставить себе цели Ну это такая иллюзия Это просто иллюзия Это приведет тебя К другой боли И тебе будет больно Тебе будет больно всегда Это так Когда ты осознаешь это Ты начинаешь желать Я чувствую желание Я чувствую И жить уже так Как это уже произошло Ты просто живешь Кайфуешь от своего бытия Тебе не нужно добиваться Бороться Стремиться Доказывать кому-то чего Я такой-то Эй Побежали Да нафига тебе это надо Это не значит Желать Это не значит бездействовать Нет Ты действуешь Ты живешь Ты радуешься Наслаждаешься своей жизнью Ты кайфуешь От всех людей Которых ты знаешь Ты кайфуешь От тех людей Которых ты не знаешь Ты просто видишь человека И ты доволен Ты счастлив Правда Так прикольно По-моему эмоция Это эго У души Это чувство А у эго Это эмоция Так называется Защита Называемая защита Пойти внутрь себя Иван Ну Ну это же опять же Смотри Ситуация очень интересная По-моему эмоция Это эго Эго это все Тело это тоже эго Ты думаешь Что мозг правит Нет Тело правит Потому что Каждая клетка Она имеет свою память Это же вода Нейросети Они же по всему телу И тело Мы думаем Что ну как бы Вот мозг это эго Нет Тело это и есть эго То есть И эмоция в теле И чувство тоже в теле Просто посмотри дальше Кто видит Что эмоция Это эго Какое эго Видит Что оно эго И что это эмоция Посмотри Понаблюдай за этим Это очень такой Интересный аспект Поглубже Посмотри туда Кто все это видит Ты уже подходишь К моменту Когда можно Не просто Менять сценарии А выйти Из этого ситуации Осознав Что все сценарии Которые ты придумал Это всего лишь Голограмма иллюзий Иллюзии Голограммные Такие иллюзии Ты их увидишь Такая Матрица иллюзий Которых ты выстроил Себе Такой жесткий диск То есть Не зайти В каждую папку А выйти В системные блоки Посмотреть всю эту систему Понять Что это просто То есть Все что ты желаешь Есть такое понятие Эмоциональный интеллект Где ты телом Заставляешь Проживать Какую-то эмоцию Это Тоже такой Интересный аспект Правда Работает Особенно в бизнесе Очень сильно Когда люди Совсем Ну Уже Не могут По-другому Но это 2D конструкция И они Линейны Посмотри Над всем Не умом Разумом Потому что В осознании 3D картинки Ты увидишь Как все это работает То есть Просто посмотри В глубину Этой Вот В глубину Этой идеи Этой концепции И ты увидишь Всю иллюзию Которую ты написал Этгар Скажи Когда Кажется Что мир уходит Из-под ног Когда все хуже Чем некуда Когда очень сложно И переживание Не оставляет тревога Как справиться Отпустить Принять Как же Наталья Здравствуй Дорогая А куда он уходит Наташа Какой мир У тебя Уходит Из-под ног Кто придумал Этот мир Который уходит Все хуже Чем некуда Но это Надо порадоваться Этому Слышь Кайф Вот Когда ты говоришь Что все хуже Дальше уже некуда Тебе покажут Что там дальше Еще бездонная глубина Когда ты начнешь Благодарить Эту ситуацию Осознав Для чего Она тебе дана То есть Где ты Уже травмировалась В эту ситуацию И этот наблюдатель Привел тебя Вот В эту ситуацию Наталья молодец Кстати Я ее очень люблю Наталью Она такая Прям Прям такой Действующий Боец Такой За свою жизнь Она прям Ну вот Идет Прям Так вот Усиленно Когда мы с ней Познакомились Наташа Позволь мне Я расскажу Да Она кроме орехов И воды Больше ничего Не могла кушать Потому что там Очень такое Психосоматическое Явление было Очень сильное А сейчас она молодец Она прям Движется В свою жизнь Пошла Прям Я прям Я прям Рад Рад За тебя Наташа Посмотри Просто Куда ты пришла Что То есть Ты Поставила себе Цель А ты Убери цель Поставь желание И начни проживать Это желание Уже сейчас То есть Это уже Произошло с тобой И посмотри Что происходит Вот в этом моменте Как оно Приводит тебя К твоему желанию Проживи его Посмотри Ну если что Звони Посмотрим Вместе Потому что Что-то происходит Надо просто Посмотреть Какой там Наблюдатель Вышел Чтобы Посмотреть Какой опыт Какой опыт Ты сейчас Проживаешь Где ты Не приняла Себя В этом Опыте Где это Уже было Вот мне Информация Идет 9 лет Ну посмотри Туда Вот сейчас Если Сама найдешь Сама найдешь Не найдешь Звони А это Защита Это Борьба С внешней Средой С внешним Миром Это нормально Для мозга Когда Это Бета Чистота Она Раскручивается 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 И Получается Такой Вентилятор Эго Мы говорили Об этом На тренинге Ты по-моему Не была у меня На тренинге Да Ты была На консультации На тренинге Мы часто Говорим Есть такие Девять игр Они так Хорошо играют Одна за одной Ты четко Осознаешь В какой Игре Ты сейчас В каком Моменте Игры Ты находишься Когда ты Четко Ясно Осознаешь Что это Они у меня Записаны Там В ленте Где-то В самом Начале Посмотри Я очень Много Говорю Именно О девяти Играх И как Они работают Да Там Просто Обиженная Твоя Женщина Там Обиделась Почему Я говорю Что мне Девять лет Идет Информация То есть Там Как раз Созревание В женской части Я не знаю Что там У тебя Посмотри В девять лет Просто Тебе идет Информация Вот этого Добрый вечер Как справиться С гневом Как ребенок Сознательно Делает все Наоборот И пропускает Все мимо Ушей Ничего Никого Не слышит И не воспринимает Продьбы Я понимаю Что где-то Здесь Моя ошибка Причина Во мне А что Сделать Не знаю А сколько Лет Ребенку Сдается Мне Что он Не очень Большой Это Три года Это У него Где-то Около Этого Времени Туда Туда Назад Год Если Не трудно Скажите Мне Сколько Лет Ребенку Чтобы Понять То есть Какие Аспекты Он Проживает Восемь лет Ух ты А когда Это Началось Ну Вы знаете Это Момент Консультации Давайте Я вам В двух Словах Расскажу Да И опять Повторюсь Что Я не люблю Говорить В общих Чертах Да То есть А вот Может Что Происходить Что Может Не Происходить Вот В этом Возрасте Там В этом Потому Что Ребенок Это Такая Индивидуальная Вообще Любой Человек Такая Индивидуальная Субстанция Года Три Длится То есть Пяти Лет Пять Лет Это Родительский Период То есть Это Надо Важно Воспитание Надо Важно И там Шел Конфликт Как правило Он Начинается Где-то В четыре Там В три В четыре Года Да И он Может Быть Затяжной Где-то Ребенок Не допрожил Эти Чувства Просто Смотреть Смотреть Туда В глубину А в себя А разрешите Ему Быть Тем Кем Он Есть То есть Перестаньте Ему Перестаньте Ему Давать Свои Сценарии Там Просто Едет Отказ От Сценария То есть Очень Интересно Как Игры Эго Начинаются Да Я Прав Ты Не Прав Вторая Игра Я Докажу Тебе Что Ты Не Прав Третья Игра Насколько Я Помню Это Доминанта А Доминанта Бывает Разно Это Манипуляция Да То есть Можно Продавливать Там Я Тебе Сказала Там Делай Вот Так Как Я Тебе Сказала И Четвертая Игра Отказ От Доминанта То есть Я Ни за Что Не Соглашусь С С С С С С С С С Но Самое Удивительное Что Любой Антисценарий Приводит Именно К этому Сценарию Это Так Удивительно У меня Была На тренинге Девочка Ну Девушка Женщина Она Армянка Муж У нее Русский И Она Поделилась Таким Интересным Таким Моментом Удивительная Девушка Она Когда ее Спрашивали Говорит Выйдешь Замуж За Русского Она Говорит Я Никогда Не выйду Замуж За Русского Никогда Не выйду Замуж За Русского Двое Детей Так Удивительно Оно В пространстве Не читается И когда Ты Начинаешь Давить На Это То есть Человек Начинает Отказываться И происходит Внутренний Конфликт И он Проживает Его И вы Проживаете Его Да Посмотрите Разрешите Ему Быть Тем Кем Он Есть Доделай Как Знаешь Он Просто Смотрите Из-за чего Конфликты Происходит Как Это Происходит Мальчик Это Девочка С Мужем Вы Живете Там Допустим В каком Браке Вы Живете Как Вы Живете Да То Есть Может Без Мужа Может Быть С Мужем Может Быть Там Второй Муж Да А Ребенок От Первого Брака Надо Смотреть То Это Вот Это Уже Правда Индивидуальные Моменты И Тут В прямом Эфире Это Нет Такого Если Хотите Звоните Пишите Мы С вами Обговорим Посмотрим Поговорим С ребенком Ватсап Сейчас Работает Видеоконференции Работает Хорошо Сейчас В том месте Где я провожу Консультации Сейчас Еще Дополнительный Роутер Ставлю Специально Для того Чтобы Интернет Был Там 100 Мегабит Чтобы Можно Было Свободно Разговаривать По интернету Чтобы Не было Зависаний Каких-то И прочих Моментов Старший Сын 14 лет Предпочитает Кушать Один За общий Стол Избегает Садиться Порой Кушает Тихоря С чем Связано 14 лет 14 лет Это Второй А сколько Лет Он Это Уже Делает Это Вторая Девятка Уже Идет Так До 12 Это Вторая Девятка Идет Родительского Перевода Что Там Произошло Где Он Там Себе Не Разрешил Это Сделать А Смотри Просто Еще раз Повторюсь Да Такие Индивидуальные Моменты Я не люблю Их Обобщать Как Это Может Быть Согласно Там Учения Того-то 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 Как Может Быть Так И Может Быть Еще Раз Каждый Человек Это Большая Индивидуальность И Я Тоже Так Раньше Думал Что У У нас Я Изучал Конфликтологию Новую Немецкую Медицину Там Тоже Все Просто Если Это Вот Так Вот Так Вот Так И Вот Так А Если Не Так Вот Так Вот Так И Вот Так Только Там Один Маленький Нюанс Тот же Хаммер Пришел Потому Что Есть Корреляция Что Если Два Противоборствующих Конфликта То Получается Третий Конфликт Надо Смотреть В глубину Самого Человека Смотреть Именно Туда И Смотреть Что Произошло Непосредственно С ним Потому Потому Что Если Ну Мы Сейчас Будем Придумывать Идеи Всевозможные Да То И Потом Приняв Эти Идеи За Догму Идти И Идти В глубину Сознания Ребенка И И Искать То Чего Там Нет Ну А Зачем Для Чего Это Ну Это Глупость Мне Кажется Ну То Есть Показать Там Какую-то Значимость Нет Желания Никому Показывать Моя задача Научить Быть психологом Самому себе Да Зайти И посмотреть А что Именно Непосредственного Человека Да То Да Потому Что Я еще раз Говорю Очень много Соратников Да То Мне Говорит Как-то Недавно Был такой Момент Там Продвижение Да А вот Как твои Конкуренты Говорю У меня нет Конкурентов У меня Только Соратники Потому Что Каждый Психолог Каждый Психотерапев Каждый Энергет Прочее Прочее Это соратники Главная Это задача Не показать Что ты круче Или не круче Главная Задача Дать возможность Человеку Который К тебе Пришел Осознать Что с ним Происходит Да Научить Ему Не научить Его жить И не рассказать Ему Как ему Делать А чтобы Он осознал Что с ним Происходит Что с ним Происходит В этот момент Какой Наблюдатель У него стоит И почему Именно этот Наблюдатель Стоит И где Он Как он Его создал Каким Непрощением Себя Он Создал Эту ситуацию Вот Наверное Задача Психотерапевта А соратник Ну Люди Работают По-разному И у меня Нет Осуждения Да То есть Ну Как учили Кто на что Учился Тот Ими Занимается И он Прав Ну Потому Что он В принципе Прав Уже Около Пяти лет Так Да Ему Четырнадцать Девять лет Там Надо Смотреть Что-то Где-то Там Его Первая Любовь Надо Смотреть Что-то Там Произошло Где-то Там Его Долбанули Посмотрите Поспрашивайте Поспрашивайте Но Не давите На него А вот Ты знаешь Там Зайцев Сказал Там Что Вот Это У тебя Вот Это Давай Смотреть Вот Туда Нет Я Не Видел Этого Человека Я Не Знаю Для Нему Нет Информации Как У него Это Происходит В данный Момент Ну Так Происходит Если Есть Желание Посмотреть Мой Телефон В Аватарке Он В Открытом Доступе Пожалуйста Звоните Пишите Ватсап Договаритесь Консультации Потому Что Сейчас У меня Еще Понедельник Вторник Я Еще Буду В Комсомольске У меня Там По-моему Понедельник Две Консультации И Во Вторник Две Я Не Знаю Смогу Я Взять Третью Осталось 27 Секунд И Хочу Сказать Что В Субботу Воскресенье Следующую У нас Тренин В городе Краснодаре Приходите Буду Очень Рад Увидеться Поразмышляем Посмотрим Посмотрим В глубину Ваших Приоритетов Поверьте Это Очень Интересно До Новых Встреч До Свидания Редактор субтитров Корректор А.Егорова